МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что может произойти и с вами, вы узнаете прямо сейчас. Света раскроет три ошибки в правильном питании, которые мешают вам похудеть. Встречайте! Здравствуй, моя дорогая. Здравствуй. Чтобы овсянка, полезная, иногда вкусная, с которой мы начинаем свой правильный день, оказалась виноватой в наших лишних килограммах. Но такого я от тебя не ожидала. Овсянка на самом деле может помешать нам похудеть, если ее неправильно кушать. И об этом я расскажу чуть-чуть позже. А первым делом проблема, с которой столкнулась красавица, актриса, хорошая хозяйка, мама Татьяна Зиновенко. Она прислала видео в обращение, в котором поделилась своей проблемой. Я уверена, что эта проблема знакома многим нашим зрительницам. Давайте посмотрим. Девчонки, привет! Спасайте! На вас последняя надежда. Стыдно признаться, но у меня не получается похудеть. Ну, вы же видите. Посмотрите, на что это похоже. На чем я только не сидела, на разных диетах. На дюкане сидела, на белковой сидела, на японской сидела. Ничего не получается. Сейчас перешла на правильное питание. Исключила жареное, исключила мучное. Про сахар вообще забыла, что это такое. Даже соли немножко меньше стала употреблять. Но все равно, вес как стоял на одном месте, так и стоит. Ну, посмотрите, ну, посмотрите. Я же не вру. Я же честно говорю. Сколько было, столько и осталось. О, есть. Я попросила Таню, чтобы она вела пищевой дневник для того, чтобы выявить те ошибки, которые она допускает. Я увидела эти ошибки и помогла их исправить. Вы будете удивлены, что те ошибки, которые, казалось бы, не считаются ошибками, они на самом деле могут привести к задержке потери веса или задержке веса. Я знаю, что ты пошла в гости к Татьяне для того, чтобы прямо у нее дома показать, какие ошибки она допускает, и помочь ей их исправить. Да, я предлагаю посмотреть, как это было. Давайте. Ой, Свечка, дорогая, привет. Как я тебя ждала? Привет. Привет. Не одна, ребята. Заходите. Заходите, пожалуйста, заходите. Набрала лишние килограммы и не знаю, что с этим делать. Я посмотрела твой дневник питания. В твоем питании есть некоторые ошибки. Раз уж я здесь, идем с тобой на кухню, и ты мне покажешь вообще все свои запасы, и я тебе точно расскажу, что делать, для того, чтобы не поправляться. Хорошо. Да, поехали. Смотри, у меня, извини, немножко не добыло. Ну, давай. Это какое масло у тебя здесь? Ну, оливковое, конечно. Оливковое. Какое же, да. И это твоя первая ошибка. Это? Да. Как, оливковое масло? Это то масло, которым ты поливаешь салаты, на котором ты тушишь овощи. Да. А, почему это ошибка, я тебе расскажу попозже. А сейчас, с твоего позволения, можно я загляну в холодильник? Ну, конечно. Спасибо большое. Ну, пожалуйста, все правильно. Все, смотри, без шкурочки, капусточка, все свежее. И мясо, и творожок, и рыбка. Конечно, зеленый салат. И молочко. Творожок, да, молочко. Ну, я тебе хочу сказать, это твоя вторая ошибка. В чем? Давай мы об этом поговорим потом. А сейчас, если можно, расскажи мне, чем ты завтракаешь. Ох, ну завтракаю я точно правильным продуктом. Вот, это моя любимая овсянка. Вот она, вот она, вот она. Каждое утро я ее запариваю водичкой. Ну, чуть-чуть можно подсолить. И все, я получаю, конечно, массу удовольствия и заряд на целый день. А ты ничего не кладешь в овсянку? Просто вот так ее, да, запарила и поедешь? И все, да. Да? Да. Я тебе хочу сказать, что это твоя третья ошибка. И я тебе принесла рекомендации для того, чтобы ты эти ошибки устранила и, в принципе, понимала, что тебе нужно делать. Спасибо. Света, ну сказать, что я удивлена, ничего не сказать. Впрочем, и Таня, по-моему, была в шоке. Это было две недели назад. И, конечно, за это время должны были произойти изменения, если Татьяна придерживалась тех советов, которые ты ей дала. А, кстати, Танечка сегодня с нами. И прямо сейчас мы увидим, как она изменилась. И как ей теперь в том платье, которое раньше было ей мало. Встречайте, Таня Диновенко. Дюймовочка. Здравствуйте, девочки. Дюймовочка. Здравствуйте, мои хорошие. Я вас так рада видеть. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте, здравствуйте. Вот она, я. Конечно же, для того, чтобы проконтролировать уменьшение или увеличение веса, мы потом взвесим Таню. Ну, а сейчас видно по платью, что, конечно, формы изменились, и объем ушел, стал меньше. Никогда не могла подумать, что овсянка, сваренная на воде, вредила, поскольку задерживала уход лишних килограммов. Итак, первая ошибка. Готовить овсяную кашу на воде без ничего и в таком виде ее употреблять. Энергетическая ценность завтрака должна быть 25% от общей калорийности еды. Это где-то приблизительно 300-350 килокалорий. Поэтому, если мы едим овсянку без ничего, просто небольшое количество, это будет где-то 150 килокалорий. Это в два раза меньше, чем организму надо для того, чтобы стартануть утром. Если мы хорошо и плотно позавтракали, мы потом меньше перекусываем в течение дня, и наш организм меньше требует энергии. Точно. И к вечеру мы не так хотим кушать. Поэтому, естественно, что овсянку лучше чем-то обогатить. То есть сделать ее более калорийной, более сытной, для того, чтобы вообще чувствовать дольше сытости. Я что посмотрела в Тане на дневнике, вот она поела овсяночку без ничего, и где-то через часик уже начинает ходить что-то там искать, чего перекусить, то чаек с печенькой, то еще что-то, еще дополнительные калории. И именно поэтому мой совет – сделайте овсянку более питательной. Добавьте в нее орешки, сухофрукты, можно добавить небольшое количество сыра, ну, где-то около 30-35 граммов. Можно добавить творог к овсянке, где-то около 100 граммов. И таким образом этот завтрак даст ощущение сытости где-то часа на три, и поэтому вы в этом промежутке просто не будете подъедать и добирать лишние калории. Вот было именно так, вот на протяжении двух недель. И я хотела бы сказать, что, конечно, не надо обильно посыпать сухофруктами и орехами, но где-то грамм 15-10 орехов и где-то грамм 20-25 сухофруктов – это будет вполне достаточно, чтобы сделать овсянку более сытной. И это здорово, потому что если завтрак разнообразный, то не так быстро надоест полезный завтрак, как если просыпаться каждый день с мыслью «опять овсянка». Да, но я предлагаю визуально посмотреть, как происходит у нас насыщение, если мы едим просто, например, овсянку, да, или овсянку с какими-то уже добавлениями, такая, которая более калорийная. У нас есть две колбы. Обе они олицетворяют наш желудок. Вот эта шкала, которая дальше указана в колбе, она будет олицетворять наше насыщение. Мы сейчас одновременно высыпем два импровизированных завтрака. Один с дополнениями к овсянке, а второй – просто чистая овсянка. И посмотрим, что дольше сохранит нам чувство сытости. Поэтому, Танечка, попрошу тебя мне помочь. Мы одновременно должны это сделать. Давай на три-четыре. Три-четыре. Зелёный песок, который символизирует просто овсянку на воде, быстрее высыпается. Там, где у нас чистая овсянка, у нас быстрее она высыпается, чувство голода наступит гораздо раньше. Всё, опять хочется есть. А здесь мы ещё чувствуем сытость. Вот это уже сигнал голода. Оно быстро усвоилось, быстро переварилось. Мы уже начинаем опять хотеть кушать. Видно, что овсянка с дополнением или вообще другой какой-то завтрак, более плотный, он даёт насыщение на дольше, и мы чувствуем себя более комфортно. Овсянка сама по себе, она содержит достаточно большое количество фитиновой кислоты, которая мешает усваиваться кальцию в организме. Люди, которые регулярно её употребляют, должны следить за тем, чтобы продукты, которые кальций содержит, были в достаточном количестве в рационе. Молочные продукты – это и различные овощи, и фрукты. То есть вот это всё должно быть дальше сбалансировано, потому что регулярное употребление овсянки всё-таки будет влиять на то, что кальций будет усваиваться хуже. Свечка, спасибо тебе большое за твой совет, потому что ощущение сытости сохранялось гораздо дольше. Между завтраком и обедом я могла спокойно ничего не есть, кроме выпить стакан воды, может быть, заквасочки, печенька. Да, нет, это было действительно ощущение сытости. На три часа это спокойно. Какие ещё ошибки допускала Таня? Вторая ошибка – это избыточное количество белка на один приём пищи. Но от белка же не поправляют. Естественно, если этого белка нормальное количество, есть какое-то количество, которое эффективно может переварить наш организм за один приём. Если это всё делать в избыточных количествах, у нас есть часть белков, которая откладывается в жир. Есть определённые именно кислоты, которые просто превращаются в жир. С другой стороны, есть же известные диеты, дюканы или кремлёвские, и масса женщин, которые избавились от лишних килограммов. Я считаю, что не всем это подходит. Физиологично и для здоровья менее вредно. Именно небольшое количество белка, которое должно поступать равномерными порциями в течение дня. Я предлагаю на макете посмотреть, как это происходит. Вот если, предположим, наш человечек нормальное количество белка съест в течение дня, то есть вот оно распределит равномерными порциями, например, по 30 граммов. Это то количество, которое единоразово очень хорошо расщепляется и усваивается, и, в принципе, не приводит к тому, что набирается избыточная масса тела. А теперь представим ситуацию, когда это всё время происходит в избыточном количестве. И белок, и углеводы. Поэтому мы делаем следующее. У нас избыточное количество будет откладываться там, где оно должно. Вот такое вот систематическое переедание, оно, в принципе, может привести к избыточной массе тела, потому что у нас не только есть белковая пища, но мы совмещаем ещё и, например, это с кашами, с овощами, там, где есть и углеводы. И тогда это может привести к тому, что организм одновременно, он не может переварить такое количество, потому что у нас и в растительной пище есть белки. И таким образом вот это всё будет потихонечку откладываться в виде жировых запасов. Так что ж ты такого ела, что перебирала с белком? Курочку? В Тане на дневнике я нашла те ошибки. То есть у неё получалось так, что она не очень хорошо позавтракав, потом перекусывала, потом всё-таки чувство голода её как бы нагоняло. И она просто за один приём пищи съедала достаточно большое количество белка. То есть она съедала хороший кусочек там рыбы или мяса, потом к этому съедала кашу, потом к этому съедала овощи. И поэтому в конечном итоге у неё получалось, что за один приём пищи было достаточно большое количество. И белка, и углеводы вообще порция была достаточно большая. Поэтому разумнее распределить небольшими порциями в течение дня и сделать, например, перекус какой-то лёгкий между завтраком и обедом для того, чтобы на обед не использовать большие порции. То же самое касается и ужина. И действительно, Светочка, когда я стала принимать белков меньше, меньше я курочки съела, меньше я съела рыбки, и у меня действительно появилась вот эта лёгкость. И самое главное, что моей энергии хватало до конца дня. Ну, я бы сказала, суток. Мой совет, да, употреблять не более 30 граммов белка на один приём пищи. 30 граммов белка содержится где-то приблизительно в 100 граммах отварной курицы или отварной говядины и где-то в 150 граммах творога. И поэтому вот эту всю массу можно разделить в течение дня более равномерно. И между приёмами пищи пауза, которая вот пищевая, она должна быть где-то около трёх часов, чтобы организм успел это всё переварить и хорошо усвоить. Да, это именно то количество, которое даёт стимул тебе быть лёгкой, красивой, энергичной. Информационный спонсор показа журнал «Добрые советы». А мы продолжаем разбираться с ошибками в правильном питании, которые мешают избавиться от лишних килограммов. И третья ошибка – это употребление оливкового масла или вообще растительного. Это использование растительного масла в неограниченном количестве. Но дело в том, что, смотрите, Таня ела действительно растительную пищу, но она, когда поливала салатик, она делала вот движение рукой, да? Надя, я попрошу тебя, вот ты можешь показать, как ты обычно наливаешь масло в салат, но я попрошу тебя это сделать ложкой. Чтобы вкусно же было. Тут много овощей, поэтому я распределю так. Я хочу сказать, что вот это и есть, собственно говоря, ошибка. Потому что суточная доза любого растительного масла где-то 25-30 граммов. Это 2-3 столовые ложки в день с учетом приготовленных блюд, с учетом того, что мы едим салаты. Дело в том, что растительное масло – это все равно жир. И 1 грамм жира дает 9 килокалорий. Поэтому, когда мы не контролируем, а наливаем салаты и используем в течение дня, мы просто не следим за количеством жира. А ты, Надя, налила 3 столовые ложки. То есть ты в одном салате практически съела всю суточную дозу. Так говорят же, нужно овощей много есть. Значит, минимум 3 раза нужно в день съесть овощи. Я тоже так думала. Сколько масла тогда. Но я хочу сказать, что вот эти полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в маслах, они в небольших количествах очень полезны для организма. То есть они, да, снимают воспалительные процессы, они снижают уровень плохого холестерина. Но переизбыток ведет к чему? Это может приводить к вязкости крови, к усилению тромбообразования. Кроме того, как я сказала, 1 грамм жира дает 9 килокалорий. И если мы за день должны съесть 2 столовые ложки или 3 столовые ложки масла, а мы их съедаем за один раз, то таких 3 салата увеличивает калорийность нашего рациона практически за счет масла. Ну, в 3 раза, да? С ума сойти. За жирами растительными нужно следить. И не нужно отказываться от животных жиров в пользу растительных, потому что животные жиры являются очень хорошим, во-первых, энергетиком для нашего организма. Из них, собственно, состоим мы все из насыщенных жирных кислот. И надо не есть много чрезмерно жирной пищи. Вот и все. Так а чем же заправлять салат? Салат можно заправлять растительным маслом. Просто нужно рассчитать так масло, чтобы у нас, например, была чайная ложка на этот салат. Можно на основе этой чайной ложки сделать заправку или дрессинг, это называется, добавив туда лимонный сок, какую-то зелень, немножко даже воды можно добавить, взбить это все и красиво, вкусно заправить. И тогда у нас чайная ложка будет на один салат, и мы можем масло это распределить в течение дня достаточно равномерно. Но с такой задачей контролировать потребление растительных жиров, как тебе было справляться? Легко? Прислушавшись, естественно, к Световому совету, я попыталась, попробовала. Ничего нет невозможного. Девочки, все нам подвластно. Спасибо, Света. Пожалуйста, Таня. Мы уже визуально убедились, что Таня изменилась за эти две недели. Но, конечно, нас интересуют цифры. Готова взвеситься? Готова. Я хочу сказать, что изначально, когда я обратилась к вам со своей проблемой, мой вес составлял 67,200. А сейчас... Прошу на вес. Вы сами увидите. И теперь... 62 килограмма 600 граммов. 4 килограмма 600 граммов. Почти 5 за две недели. Ты довольна результатом? Очень. При этом я питалась правильно, в общем, так, как питалась до того. Но с учетом тех ошибок, на которые мне указала Света. Не голодала? Боже упаси. У нас за эти две недели сошла та лишняя жидкость, которая была. И очень немножечко жира. Поэтому, если ты будешь продолжать в том же духе, то тогда это будут уже другие показатели и другое вообще ощущение. То есть начнет уходить именно жировая масса. Две недели, конечно, это только запустили организм. Я просто уверена, что все у меня впереди. Вот от этой методики я не отойду. Спасибо огромное за эти советы и за помощь. Привет, друзья! Понравилось видео? Тогда подписывайтесь на наш канал, и все у вас будут добрые.